Если заниматься вот такого рода историями индивидуальными, можно много чего интересного и возмутительного найти, но я исхожу из того, что пытаться взять один эпизод, который чаще всего бывает вымышленным, и стремиться возбудить общественное мнение, завести общественное мнение, в том числе здесь, в Турции, ради того, чтобы выстраивать антироссийскую политику, ну, это опять подмена серьезного разговора, серьезных переговоров, серьезных действий, вот такого рода внешними эффектами. Я про конкретный случай не слышал, я про... Если можно... Имя и фамилию можно назвать сколько угодно, 3-4 числа всех здесь сидящих. Я сказал, что я наведу справки, но я о таком случае не слышал. А слышал я про господина Шевченко, который пропал мне в Запорожье, а в Киеве. Я не слышал, я про господина Шевченко. Извините, пожалуйста, у нас здесь не интервью пресс-конференция, если позволите, мы дадим, если мы дадим возможность задать вопрос вашим коллегам. Пожалуйста, итальянское агентство Аджи. Я думаю, вас уже сняли на видео и покажут с хорошей помпой у вас на родине. Вы свои цели достигли. Пожалуйста, итальянские коллеги, агентство Аджи. Микрофон можно? Микрофон. Микрофон. Ирак. Вы что думаете? Пекинь, 10 тысяч лет спустя, так примерно, да, политика будет запрещена. Вообще, как язвы, просто будут какие-то пережития, что-нибудь бабское, ненормальное, да. А, как таковое, да. По поводу того, как можно объяснить, будем требовать ответы. Значит, потому что они это, свое оружие уже применяли, у меня данных нет, но то, что это совершенно были не мирные эксперименты, а эксперименты, нацеленные на создание биологического оружия, причем, так сказать, экинически ориентированного, в этом практически не остается сомнений. Пожалуйста, известие. Микрофон, пожалуйста, известие. Поели. В США заявляют открыто, что своим послам дали указание убеждать правительство стран мира присоединиться к санкциям против России. А вы давали соответствующие указания нашим послам, чтобы убежать... ЗвучитAL Бегать по всему миру, суверенную, независимую члена организации, выполнять заказ старшего брата, находиться все-таки вежливыми. И то, что делают американцы, требуют от Турции, от Индии, от Египта, от стран Юго-Восточной Азии и даже от Китая, требуют выполнять американские односторонние незаконные санкции. Но, вы знаете, такого неуважения к великим странам, к великим цивилизациям я не мог себе представить. Но американцам, видите, любой лык и строк, все сгодится для того, чтобы свою русофобию довести до апофеозного звука. Мы такого рода вещами не занимаемся. Сканьюс. Да, пожалуйста, Сканьюс. Микрофон. Были бы силенки, занимались бы, нет? Тесно только. А это не ясный Сканьюс, а это оригинальный. Вы говорили некоторое время назад, что Россия не намерена вторгаться на Украину. Сегодня вы сказали, что Россия не вторглася на Украину, но очевидно, что это так. Вы говорили, что Россия не будет атаковать гражданских, но есть тысячи пострадавших. Нападение на больницы. Почему украинцы должны воспринимать вас всерьез? Почему они должны верить вашему единому слову? Про родильный дом, как я уже сказал, но вы же не слушаете, не покажут никогда. И никто не скажет из западных СМИ, что мы пару дней назад в Совете Безопасности объяснили, что с этим родильным домом произошло. Что касается заявлений о том, кто и что будет делать или кто и что не будет делать, мы до последнего хотели решить вопрос дипломатическим путем. Мы представили развернутый документ о нашем двустороннем договоре с Соединенными Штатами и проект соглашения России и НАТО по всем ключевым вопросам европейской безопасности с учетом интересов безопасности всех, без исключения стран-континентов, включая Украину. Нам было сказано, что Украина это наша, и мы сами с Украиной будем решать ее судьбу. Как захотим, так и сделаем. И многое другое было отвергнутое из того, что мы предлагали, включая недопущение создания на земле физических военных угроз для Российской Федерации. И президент Путин четко объяснил, почему он принял решение о проведении специальной военной операции. Я надеюсь, вы, даже если вам не разрешат об этом рассказывать своим слушателям, зрителям, вы сами можете почитать и понять нашу логику. Она там очень четко объяснена. Мы хотим Украины, которая будет дружественной, дебилитаризованной, Украины, в которой не будет угрозы создания очередного нацистского государства, Украина, в которой не будет запрета на русский язык, русскую культуру, русскую православную церковь. Это же все накапливалось и уже все создано, это все в законодательстве отражено. И все наши увещевания на протяжении последних 8 лет после государственного переворота, все наши обращения к западным коллегам, чтобы они вразумили украинскую власть, они наталкивались на глухую стену молчания. И очевиднейшие вещи с русским языком. Когда был принят закон о государственном языке украинском, в котором только украинский язык объявлялся годным к употреблению, так скажем, а все остальные языки так или иначе ущемлялись, в том числе с точки зрения преподавания в начальной школе и в высших учебных заведениях, да, действительно, не только мы, но и в Венре, Болгарии, Румынии стали выражать недовольство. Но тогда украинская власть поступила очень просто. Она сделала исключение из этого дискриминационного закона для языков Евросоюза. Очень элегантно. И остался один русский, полностью лишенный в правах. Несмотря на то, что в Конституции Украина эти права для русского языка гарантированы. И Запад замолчал, успокоился, потому что это лишний раз почерпнуло, что Западу от Украины нужно только одно, чтобы она постоянно работала против России, против всего русского. Понимаете, то, что Запад сделал в отношении референдума в Крыму, это такой двойной стандарт. Когда в Косово никакого референдума не было, но НАТО специально создало ситуацию своими бомбежками, чтобы развалить Югославию. И когда просто решением какого-то косовского местного законодательного органа была объявлена независимость, весь Запад дружно, почти весь Запад рукоплескал и поддержал это как проявление демократии, свобода выбора. То есть, ну почему албанцам можно, а русским в Крыму нельзя? Албанцам в Югославии это не то, что позволили. Их всячески поощряли, чтобы они двигались в этом направлении, потому что цель, в том числе цель, давняя цель такой страны с богатой историей, как Британия, заключалась всегда в том, чтобы не было западных, да и в целом в Европе, слишком крупным государством. Мы это хорошо знаем. И, наверное, такая же цель преследовалась и в отношении Российской Федерации. Но я еще раз повторю, мы поняли, что речь идет совсем не об Украине, речь идет о агрессии против всего русского. Интересы, религия, культура, язык, безопасность и прочее, прочее, прочее. И сейчас, конечно, вот реакция Запада на наше действие, такая совершенно остервенела, я бы сказал, простите меня за другое слово, она показывает, что действительно это идет бой не на жизнь, а наскорбь. За право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов. Пожалуйста, CCTV, китайское телевидение. Спасибо, форен-министр, я из CCTV. Спасибо, форен-министр. Недавно министр национального тела Украины сказал, что нет никакого агрессия по вопросу прекращения огня. Вопрос такой, были ли позитивные итоги этих переговоров и как по ним совершать кризис на данный момент? Что мы приехали сюда не для того, чтобы подменить переговорный трек, который был создан президентом России, президентом Украины, и который разворачивается на белорусской территории. Именно там обсуждаются все практические вопросы. Именно там было подробнейшим образом разъяснено, что необходимо сделать для того, чтобы закончить этот кризис. Это и демилитаризация, и деноцификация, и обеспечение нейтрального статуса Украины. Целый ряд других вещей. И там идет деловой разговор. Мы предупредили наших коллег с самого начала сегодняшней встречи, что мы не будем здесь создавать параллельный трек, как это, в общем-то, наверное, хочется украинской стороне, по причинам, о которых я упомянул. Они всегда предпочитают подменять конкретную работу по выполнению договоренностей, созданием новых форматов, которые обязательно должны занимать главное место в новостях, и тем самым демонстрировать их активность, которая симулирует реальную работу. Что касается нашего сегодняшнего мероприятия, и я не удивлен, что господин Кулеба заявил, что он не удалось договориться о прекращении огня. Здесь никто не собирался договариваться о прекращении огня. Все эти предложения и последовательность шагов, изложенные в эти предложения, хорошо известны украинской стороне. И, понимаете, если цель встречи была задавать вот эти вопросы, давайте прекратим огонь, давайте гуманитарные коридоры будем выстраивать не как предлагает российская сторона, а как хочется украинской стороне, и если все это делать только для того, чтобы потом сказать журналистам, вот все наши благие устремления провалились, ну, наверное, это вот вписывается в ту логику украинской дипломатии, украинской политики, о которой я уже упомянул. Внешние эффекты, рассчитанные на сильное восприятие публики и подменяющие реальную работу. Пожалуйста, на первом ряду девушка, да. Спасибо. Первый вопрос. США ввел запрет на импорт нефти и газа из России. Какова нефтяная политика России в отношении Европы? Вопрос о санкции. Как Россия реагирует на санкции со стороны различных компаний и стран? С этого вопроса, как мы будем выходить, вот нет, по-моему, за голову, как коллега ваша, я ответил, что мы решим эту проблему, причем решим ее так, чтобы больше никогда, никоим образом не зависеть от западных партнеров, будь то правительства или будь то компаний, которые совсем не руководствуются интересами своего бизнеса, а стали инструментом политической агрессии, которую сейчас Россия испытывает со стороны Запада. Мы сделаем так, чтобы больше никогда в подобной ситуации не оказывались, и чтобы никакой дядя, ни Сэм, никто еще не могли принимать решения, которые нацелены на то, чтобы разрушить нашу экономику. Мы найдем способ от этого больше не зависеть, и давно надо было это сделать. Ну, а что касается, что там еще был вопрос? Санкции. Ну, вот я про санкции, про санкции сказал. Да, еще насчет нефти и газа, ну, это, опять же, мы оставляем это все на усмотрение и на совести наших западных коллег. Если бы мы никогда не использовали нефть и газ как оружие, вопреки тому, что они регулярно... Ну, ну, извините, ну, все никуда-то, да. В 10-м, по-моему, году был первый кризис, когда украинская власть просто стала воровать газ транзитный для Европы, потому что за свой газ она прекратила платить. Мы исправно поставляли транзитный газ в Европу в полном соответствии с обязательствами, что касается объемов и цены. Они воровали. Ну, вы думаете, Европа как-то попыталась усмирить их? Нет, ничего подобного. Европа стала говорить, что это Россия использует этот газ как оружие. Хотя прекрасно знали, что на самом деле происходит. Просто я еще раз вам говорю, все, что происходит в отношении Украины, измеряется одним критерием. Как можно через эту страну навредить Российской Федерации? Как можно сдержать Россию? Это сдерживание началось давно, до того, как оно было официально объявлено. В Европе, они заявляют, понимаете, тоже такой интересный момент, характеризующий европейские ценности. Ругают последними словами, обложили санкциями, запретили своим компаниям здесь оставаться. Все убежали. И говорят при этом, ну, знаете, нефть и газ будем покупать, потому что иначе нам будет холодно. Но ради бога, если они прекратят покупать нефть и газ, наш вице-премьер Александр Новый, который курирует энергетическую сферу, он подробнейшим образом рассказал о том, что мы не будем уговаривать покупать нашу нефть и газ. Захотят они чем-то заменить, ради бога. У нас рынки для сбыта будут, и они уже есть. Пожалуйста, я так понимаю, что американский корреспондент, да. Если можно, микрофон. Продолжение следует... Продолжение следует... Простите, не будем военные мероприятия. Против стран, которые направляют военную помощь. У вас есть красная линия, красная черта. Многие страны направляют военную помощь Украине. У вас есть красная линия относительно военной помощи. Прежде чем принимать меры. Собираемся ли мы каким-то образом реагировать на то, что делают страны, вооружающие Украину. Мы считаем, что эти страны создают колоссальные угрозы для самих себя, в том числе, когда они передают опаснейшие вооружения, типа переносных зенитно-ракетных комплексов. И в том числе, когда они наблюдают совершенно бесстрастно, как украинские власти сотнями тысяч раздают стрелковое оружие, не пойми кому, без всяких документов. Мы никогда не говорили о том, что у нас будут какие-то планы в отношении стран, скажем, членов стран. Здесь она говорит, у меня есть план. На эту тему моя коллега новая, Лиза Трасс, которая заявила, что если Путин не проиграет на Украине, то его амбиции не будет предела, и следующими целями будет Прибалтика и Молдова. Так что это говорим не мы. Это говорит Лиза Трасс, которая, в общем-то, знаменита своими афоризмами. Но в данном случае, когда она пророчит нападение на Прибалтику и Польшу, я думаю, что это вполне достойно английской культуры, английской политики, английской дипломатии, потому что точно так же англичане написали фейковое завещание Петра Первого, так называли. В общем, вполне, вполне в этом же духе. Андрей Колесников, конец, сейчас, пожалуйста. На дорогу, на дорогу, на дорогу. Добрый день, Андрей Колесников, газета «Коммерсант». Сергей Викторович, сегодня становится возможным то, что невозможно было представить себе еще вчера. Вчера, скажите мне, пожалуйста, вы верите в то, что может начаться? Я не хочу в это верить и не верю. Я обращаю ваше внимание, что вот ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачивались последние годы и обострились вот в последние буквально месяцы, ядерную тему в этот, как сейчас стоит, дискусс, вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего, натовцы. Напомню, что та же Лиза Трасс, сегодня много о ней говорим, заявляла, что не исключает конфликта между НАТО и Россией, как такое в голову может прийти. Напомню, что господин Стоутенберг, который, по-моему, как-то уже слишком самостоятельно действует, не согласовывая свои заявления со всеми членами НАТО, как положено, он заявлял, что если НАТО захочет, ядерное оружие будет размещено на территории восточноевропейских членов Альянса. Господин Ледриан, мой французский календарь, заявлял, что Путин должен помнить, что у Франции тоже есть ядерное оружие. Ну и, кстати, министр экономики Франции с гордостью заявил, что Запад объявляет против России тотальную войну. То только и, как говорили не французы в свое время. Ну и президент Байден, я уже как-то ссылался на этот пример, когда его спросили, была ли какая-то альтернатива вот этим санкциям и заданным. Он сказал, что альтернатива только Третья мировая война. То есть у них это в подкорке постоянно всплывает. А мы об этом никогда не говорили. Но, конечно, это настораживает, когда Запад по Фрейду все возвращается и возвращается к этой теме. Два завершающих вопроса. Пожалуйста, Хабар. Мирьер Токаналат, Хабар. Президент Казахстана Касимжумар Токаев ранее предложил Казахстан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Рассматривает ли Россия это предложение и когда возможны следующие переговоры конфликтующих сторон? Ну, Россия, как я уже сказал в начале нашей пресс-конференции, признательно из добрых побуждений предлагает услуги для действия урегулирования тяжелого кризиса. Ты уже так, понимаешь? Я вообще не тружусь. У меня нет никакой денег. Ну, что ты не понимаешь, что я безработный, я никому не нужен буквально. У вас деньги есть? Вот и думай, за что деньги получаешь? Отделяю это. Да, вот и все. Что твои? Да, понимаешь. Держи в душе, как бы. Да, удобрения. Да, посол, да. И что ты хочешь сказать? Ну, не получай тогда денег. Ну, тогда все тогда. То есть не ешь, не живи в помещении, как он идил в джунгли. И одежду, все сдай. И все знания свои из твоего мозга скрепком лазерным. Убирай из коры головного мозга все образования своих, все. И ходи лободомированный там вместе со зверями голожопой. Пока тебя не порогута не касаются. Ну, вот и все. Деньги это и есть бог, понимаешь? Деньги это и есть святость, если не бог. Ну, дело, которое реализовано, которое имеет смысл. Понимаешь? Дело, которое, ну, то есть, да, типа того. Это примеси, пусть так будет, даже не важно. То есть, да, дело для всех, потому что международное дело, да. Да, да, любое. Любое, да. Я же не нашлю так, либо заангажированный, да, наверное. Да, из решающего. Что тут непонятного я понять не могу? Что можно не понять-то? Да. Да, любое дело, как, нет, смотри, дипломатия это дело, оно не международное, оно за кого-то или против кого-то, или одно и то же, или за кого-то, или против кого-то, да достал уже, бля, а что нахер? Оно не может быть международным, собственно говоря, оно не может быть, оно не может быть для людей. Потому что оно для этих людей, а вот не для этих, понимаешь? А сам корень, корр демократии, да, сам корень, он и находится как раз в тебе только. Почему ты занимаешься, да, да, вот типа того, меня это не касается. Это оно и есть дело. Кроме этого, больше вообще ничего не надо людям. И тебе в том числе. Иначе жить просто, иначе умрешь постепенно, или скоро, или что-то. Думаю, мне не касается. Понимаешь? Так, естественно, я же тебе сказал, что там практически вот это, 0,0% там, там, одна десятая процента какая-нибудь, да. Ну, я уж так, это, да. Я уже сказал, что сейчас в наушниках уже, я уже сказал, что не просто прородили видом, что означает, что вы не слышали. А может быть и нет. Понимаешь? Ну, смотри. Вот сейчас, ты чихнул, сколько ты бактерий сейчас вычихнул? Сколько из них сейчас выживет? Сколько из них будут продолжать? Хорошо, они выжили, и что с ними произошло? Допустим, закупили, где-нибудь лежат. Сколько из них будут продолжать новую популяцию бактерий? Сколько из них будут существовать, да, и так далее, понимаешь? Ну, вот он по себе говорит. Ну, это просто штаммы, самое простое. Штаммы, да. То есть у людей то же самое. Вот ты, да, то есть это, значит, ты мужчина. Это быть мужчиной, это значит дела людские, человеческие, да. Да, работать на самый хороший ген оставить, наверное, в том числе. Я тоже говорил. Ну, ладно, ген ты оставил. Не тебе же рожать-то, ну, как говорится, да. А делать ты что будешь всю жизнь? И ты, да, понимаешь? Не знаю, копайся, да. Не знаю. Ну, что не так, скажи, что нет. Ну, тогда скажи, что жизнь себя прокляна, ходи по кругу. Да, да. Ну, что вы говорите? Безусловно, я не знаю, да. А по воплощению в жизнь того, чем на раз власти, понимаешь? Ну, в том-то и дело, думаю, вот не знаю. Вот скажи, что... Да, каждый на своем месте что-нибудь найдет свое. Да, да. И в Астане, в 60-м году, где еще по нем планету записано, да? Важная страна имеет право операции для союза, но никто не имеет права укрепить свои... Ну, не об этом, не знаю, что-то просто. Не так оно все. Ну, как-то... Слава, ну, все, приятно. И упомянули о дипломатии. Это была вершина дипломатии. Ну, наверное. А как тогда жить-то? Жить тогда вся грязь, то есть она... То есть зачем тогда мужчины существуют? Почему? Может, тогда уже она понимает. Это... Не скромность свободного века. Подписи стоят. Ну, ты вышла? Я не хочу ни палками надевать, ни кого не воевать, ни с кем. Я в это не верю, потому что я... Как минимум, я и с ним самосохранение не отказал. И я не настолько злобный, как какой-нибудь укрс-сверебый, который... А им сами на себя не жалко. Все военные, они самоубийцы, они сами себя могут убить даже. Ну, это закономерность, кто убивает, тот и у себя тоже. Ну, это закономерность. Ну, это закономерность. Заплючите соглашение между Россией и НАТО, в котором, изложенный мной принципом, нельзя ли избежать? Тупика... Тупики... Да, слушаю. Добрый день, меня зовут Ольга, я представитель Совкомбанка. Вам предварительно одобрена карта рассрочки Халва, и у вас есть возможность воспользоваться суммой до 300 тысяч рублей без процента. Ладно, Рахман. Вам перезвонит специально. Ну, вот это, видно. Ну, ничего страшного, я просто... Я говорю, что... Что жизнь, жить можно, даже если ты мужчина, жить можно. Женщина-то понятна, у нее там семья, что-нибудь там, бла-бла-бла. Просто так можно жить, в конце концов, бытом, наверное, да? Ну, не начекайте вообще просто, да. Даже если она не семейная, чем она... Че-нибудь добренькое, такое, и понарошечное в результате, да. Это не касается. Ну, семья, короче. То есть она вот кого-то умеряет и беремеет от этого вскоре. При нормальности. Ну, че, не так, что ли? Ладно, ну, ладно. Ну, я не в активе, меня не касается. Ну, ладно, шутка. Как мужчине ты зачем будешь жить? А когда ты самоубийство, ты не проходишь, то есть это жизнь, то есть ты по православию не проходишь, по нонсенсу не проходишь просто. Что за логика, когда я дожил, сам себя убил, значит, как он плохо жил. В чем проблема-то? Как зашел в тупик, когда пришлось само себя убить? Потому что если бы не зашел в тупик, тогда что бы делать? Когда бы жил дальше, ну, просто понял. Хорошо, а какой в тупик? То есть ты никак не понимаешь. Наработать, ну, и че, даже если большой объем работы просто, ну, я не знаю. Ну, тогда другой вариант, смотри. Можешь сразу перейти на другие, на смежную профессию, или на двух работах работать. Или, да, ну, типа того, понимаешь. Думайте сами. Ну, вот, видишь, это и есть оно благородство. Убить тебя не надо, это точно не благородно. Это точно. Да. То есть тебя, че, зря на свет рожают, то есть, как, или как-то сказать-то. То есть, да, понял тебя, по-моему, это не надо. Постепенно, так вот и так ведь бывает. То есть, натрудился, натрудился, потом, а, зеленого чая напился, отдохнул, все. Недельку отдохнул. Ха-ха-ха. Я шучу просто.